Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Microsoft, судя по всему, задумали изменить игровую индустрию. Не спеши строчить ироничный комментарий и выслушай. Не так давно они представили Xbox Game Pass. Если вкратце, это игры по подписке за 600 рублей в месяц. И помимо того, что ты сразу же получаешь всякие Gears of War 4, Halo 5 или тот же рекорд на Xbox, на ПК тебе открывается доступ к играм с поддержкой сервиса Play Anywhere. А это, например, Cuphead, For the Horizon 3, Shadow of War, 7 Resident Evil, Ruiner, ну и те игры, упомянутые выше. Кроме Halo. Halo на ПК забудь вообще. При этом свежие эксклюзивы будут попадать в подписку сразу же и оставаться там навсегда. Обкатать такую возможность решили на выходящей 20 марта Sea of Thieves. Microsoft уверены, что такой шаг сможет изменить подход многих компаний к дистрибуции игр. И я соглашусь, эта модель выглядит гораздо приятнее, чем покупать игры по 4000 рублей за штуку. Есть только одно но. На мой взгляд, подписка может себя не оправдать по причине того, что эксклюзивы у Xbox, мягко говоря, средние. Кроме Sea of Thieves, в ближайшее время нас ждет разве что второй State of Decay, да Crackdown 3, может быть, когда-нибудь выйдет. Может быть. Я не прав. Если ты ждешь что-то из вышеперечисленного, пиши об этом в комментариях. Посмотрим, какая фан-база у этих игр. И честно, я хотел бы, чтобы Xbox Game Pass взлетела. И на PS4, уж тем более в Steam, появились подобные подписки. Это было бы круто. Так, что-то я замечтался и весь хронометраж сожрал. Давай-ка быстренько пробежимся по всему остальному. Пока интернет угорает над огнеметом Илона Маска, Рэнди Пичфорд, глава Gearbox, поинтересовался у изобретателя, не против ли он увидеть свое детище в новой Borderlands. Лучше бы игру анонсировал. Маск, кстати, не против. Джуман же обошел по сборам Чудо-женщину. На мой вкус, конечно, шо то, как говорится, шо это, но боссы Sony сошли с ума от таких показателей и думают выпустить сиквел одновременно со Звездными Войнами. Вот смех-то будет, если перебьют. Хорошие новости для тех, кто уже прошел Assassin's Creed Origins и хотел бы вернуться обратно. В скором времени в игре появится режим New Game+. Sony оформили патент на контроллер для виртуальной реальности с трекингом пальцев и при этом с тиками, курками и кнопками. Отслеживаться он будет не отдельной камерой, а самим шлемом PSVR. На церемонии вручения премии Грэмми Бруно Марс отхватил себе сразу шесть золотых граммофончиков. Кендрик Ламар, кстати, не оставил никому шансов в категории рэп и смел статуэтки подчистую. И, господи, за что? В 2020 году мы увидим нового Индиану Джонса без Шайла Баффа, но с Харрисоном Фордом. Ну, блин, ну есть же Крис Пратт, снимайте его, чё началось-то опять? Да, ладно. На сегодня всё, ставь лайк, подписывайся, заходи на канобу.ру. Меня зовут Джон Никола и до встречи на том же самом сайте. До встречи на сайте.